Отсоединил от штуцера трубку, нарастил к ней ту, которую будем протягивать. Сейчас через канал будем вытягивать ее вот сюда наверх. За это будем тянуть, постараемся сюда вытянуть. Ну вот, без особых усилий трубка вытянута наверх. Сейчас нам осталось протягивать сюда вот в продолжение, вытягивать ее аж до сюда. Протянули трубку через гофру. Сейчас нужно отключить все соединения, которые у нас привязаны к вот этой вот связке проводов. Для того, чтобы мы смогли с этого места подтянуть и вывести на полную доступ к трубке и к проводам. Для того, чтобы могли до конца открутить всю изоленту. Вот, у нас провода никуда не убегают. Потом в любой момент их можем подтянуть обратно. Освободили полностью все затруднения для прохождения. Нарастили нашу дальше трубку. И сейчас будем подтягивать вверх. Чтобы нам удобнее было протягивать трубку, мы вот эти все уплотнения, которые сделаны с помощью изоленты, которые у нас стягивают канал, вести изоленту откручиваем, что здесь и здесь. Для того, чтобы вытянуть всю эту связку сюда, мы по максимуму это все заталкиваем наверх. Ну вот, начинаем вытягивать трубку. Вот она у нас уже вышла. Так, сейчас что делаем? Здесь оставляем достаточной длины для подключения. Вот, потом назад вытягиваем вот это все соединение. У нас, естественно, это все потянется обратно. Вот. Трубку вот эту вот. Потом мы подтянем вниз. Отсюда вот натяжку сделаем, чтобы она у нас ушла. Это для того, чтобы мы не перерасходовали. Не положено. Потом берем вот это все место назад, изолируем изолентой. Единственное, вот это вот место, где у нас как раз был излом трубки, я планирую, у нас помимо трубки, тут еще пошел надлом проводов. То есть на вот эту вот трубку одену двойную изоляцию, еще такую же трубку, только толще. Вот эту связку проводов мы назад изолировали. Вот, собственно, на основную трубку я одел еще одну трубку, которая самым болезненное место. Вот, одел по всей длине, вот здесь вот, в этом колене. можно сейчас я ее для того, чтобы одеть, разрезал. Вот так, в принципе. Можно изначально, перед тем, как протягивать, вот так можно было бы поступить. Одеть изначально трубку, не разрезая, и протянуть ее до верха. Ну вот, еще одно место полностью изолировал. Изоленты, особенно, где будут у нас перегибаться, можно не жалеть. Ну вот, у нас колено полностью изолировано. Сейчас будем назад гофру засовывать в свои разъемы. Гофру мы поставили на место, так же, как она у нас и стояла. Подключаем разъемы к своим местам и подключаем назад трубку. Разъемы мы все подключили, трубку подключили. Осталось единственное место, там, где мы завершаем наше подключение. Вот этот конец трубки. Сюда соединяем. Трубку мы подсоединили. Трубку мы подсоединили. Вот, что мы видим. Что никакой у нас течи сейчас нету.